Президент сегодня побывал на знаменитой бумажной фабрике Герой Труда в Добруше. На ее территории теперь работает новое уникальное предприятие по производству картона. Да, раньше было так. Продукт внутри наш, а вот упаковка чужая. А все потому, что на территории СНГ подобный продукт вообще не производился. Мы стали первыми. Теперь Беларусь обеспечивает не только внутренний рынок, но и сможет прилично зарабатывать, постепенно увеличивая экспорт. Спрос огромный. Впрочем, стоит напомнить, что наш проект воплотился не сразу. Ситуацию спас президентский указ. В итоге полтысячи человек получили рабочие места, а отрасль – перспективное направление. И вот сегодня состоялась ревизия всех вопросов, в том числе проблемных в деревообрабатывающей отрасли. У нас огромное количество древесных ресурсов, и вскоре правительство представит дальнейший план по углубленной переработке. Но обо всем по порядку. Наш политический обозреватель Наталья Бреус. В таком шуме на заводе приходится кричать, чтобы услышать друг друга, что местных ничуть не огорчает. Ведь звенящая тишина, которая стала фоном предыдущего визита президента, ничего хорошего не предвещала. В этот раз все иначе. Когда у нас что-то не получается сразу, то мы просто комкаем лист бумаги, выбрасываем и берем новый. Так вот, с бумажным производством это так не работает. Пришлось приложить немало сил и средств, чтобы застопорившийся инвестпроект все-таки заработал, а перспективное производство не было загублено. Производство картона на Добружской фабрике должно было начаться давно. Еще в 2015-м. И все было почти готово, но подвели партнеры. Обновление производства зависло. Только после приезда президента в прошлом году и разрешения финансовых вопросов, дело сдвинулось с мертвой точки. Завершали уже своими силами. Это чудо мы построили и все цеха производства, все работают. Такие доклады руководство предприятия делает с охотой. С лета завод выпускает абсолютно новый для Беларуси продукт. Мелованный и немелованный картон. Его получают из целлюлозы, плюс древесина осины и березы. Теперь на импорте такого картона можно сэкономить больше 150 миллионов долларов. Немелованный картон. На него что же? Вы продаете его? Да. Ну, сейчас мы заявки не берем. Только при запуске машины он сначала получается немелованный. Потом мы где-то час-полтора работаем, заводим меловалку и получаем мелованный. Нет, вот этот продаем мы? Продаем, конечно. Он 810 долларов за тонну сегодня. А этот самый дорогой в листах 1020. Что мы делаем из этого картона? Значит, что для чего сегодня берут у нас покупатели? Для пищевых продуктов. Стаканчики, тарелки, упаковка фастфуда, вот поэтому и Турция берет на это. И берет типографии, календари делают, обложки для тетради. Но дело не только и не столько в экономии. Что это значит для Добруша, еще расскажем. Сегодня именно в этом городе работает одно из теперь уже двух подобных предприятий на пространстве СНГ. Объехать его предлагают президенту на электробусе. Это вроде не тема визита, но Александр Лукашенко не был бы собой, если бы не сделал оговорку по технике. Если, допустим, у нас снизилось производство и продажи, снизились мазов, грузовиков, ну так надо занимать площадью, делать автобусы. Хорошо, мы так и делаем, в принципе. Сегодня потому что это самый маржинальный продукт. Когда люди, естественно, и мы рынок займем, вот в чем вопрос. Что касается Добрушского производства, то логика модернизации здесь была простая. Опираться надо на инновации и местные ресурсы. Твое вот ощущение, это хорошее производство? Супер производство. Потому что ты работал на этом старье и вдруг тебе... Александр Лукашенко, супер производство. Хорошее, да? Да, мы докажем, что мы освоим и получим 200 тысяч тонн картона. Нет, то, что вы освоите, я в этом не сомневаюсь. Были сомнения, когда решался вопрос по выделению 83 миллионов, мы их освоили, вложились, более того, и сэкономили там 7 миллионов долларов, мы за них купили сырье и энергетику. Ну, понятно. Поэтому оно будет работать, вопросов здесь не будет. Нам нужно только 20% картона, остальное можно продавать на экспорт. Россия и Турция сейчас основные покупатели. Мелованные охотно забирают типографии, используют его и для упаковки кондитерки, лекарств, фастфуда. Звучит легко и кажется все без сучка, без задоринки. На деле большая модернизация деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности далась непросто, но оно того стоило. Дела у головного концерна отрасли, несмотря на пандемию, идут неплохо, однако они не трубят о результатах, чтобы не сглазить. Значит, на складах у тебя ничего нет? Исторически самые низкие остатки за все время существования. Самые низкие. Но это терпимо? Это терпимо. Единственное, что где-то там по мебели, по плитам нам надо представить ассортимент. Потому что одну плиту никто не купит. Но исторически меньше никогда не было. Спрос очень хороший. Даже спрос на ту продукцию, которую мы здесь выпускаем, мы не ожидали, что он будет таким хорошим. 80% от того, что мы производим, сегодня отправляем на экспорт. Год назад мы вам докладывали, цифра была 70%. Цены? Цены очень хорошие. Сегодня исторически самые высокие цены. И мы, Александр Григорьевич, видим, что в этом году прибавим больше, чем 250 миллионов долларов в экспорт. Самое проблемное у тебя предприятие? Такие же, как и были. Фондок, Борисов Древ и Витя Вздрев. Вот пока вот эти предприятия, будем так говорить, они в текущих рыночных ценах могут работать хорошо. Ну, а такие монстры, как Ивацевич, Речица Древ, Мостов Древ, они, ну, конечно, идут с опережением. Когда мы на Фондоке встретимся, и вы определенно скажете, что все здесь нормально, завтра они выйдут на нормальную работу? Как скажете? Нет, когда ты сможешь это доложить, мне же не просто приехать надо, а чтобы там, ну, хоть завтра мы видели какой-то свет в конце там. Ну, дайте нам тогда хотя бы месяц поразбираться, я внесу предложение. Хорошо. То есть проблемное производство с контроля никто не снимает. Не случайно, ведь все тут очень взаимосвязано. Действует мультипликативный эффект. Без Светлогорского комбината, где выпускают целлюлозу, не было бы смысла в добруше. Или вот еще. Ввели плитные заводы, ожили мебельное производство. Есть бумага и картон, будет упаковка. Ну, так это работает, и это уже совсем другая добавленная стоимость. С июля мы запустили меловальные установки, запустили кухню по приготовлению меловальной пасты, подобрали первоначальную рецептуру и получили мелованный картон. На сегодняшний день мы это качество улучшили. Мы понимаем, что того качества, которое достигнули на сегодняшний момент, достаточно уже для рынка. То есть получили положительные отзывы от основных наших потребителей. Кстати, машина, которая делает картон, не скромный аппарат. Занимает целый цех. 200 метров в длину и высотой в трехэтажный дом. Александр Кушниров говорит, освоился быстро. Современные технологии упрощают жизнь. Здесь только пришлось привыкнуть к этому новому интерфейсу и понять, где, что и как. Как говорится, куда, что нажимать. Все новое, оно интересно. Ты бишь, познаешь что-то новое, смотришь, как бы сделать это лучше, стараешься. Сейчас завершают отладку технологических режимов. На полную мощность выйдут в следующем году. А пока тестируют рынки сбыта и отрабатывают стратегию продаж. Проблем здесь у тебя нет. По оборудованию, да, проблем нет. Сейчас основное это получение навыков. Люди обучены. Вот это вот, как бы, лучшие люди работают здесь, высококвалифицированные. Пятый разряд, четвертый разряд размойщика. Их задача контролировать, управлять процессом. Потому что уровень автоматизации очень хороший. Ну, тебе нравится эта машина, это производство? Ну, он нравится, конечно. Он приехал по распределению сюда, он с Гродненской области. Здесь женился, и с женой здесь дети уже живут. С квартиру получили, он уже будет в Добруше. Я хочу только спасибо сказать за то, что в Добруше поставили эту машину. Потому что, ну, надо понимать, развития не было. То есть мы понимаем, что это, ну, толчок и жизнь городу, не только фабрики даже, а городу в целом. Сегодня на заводе работает полтысячи человек. В основном местные. Есть вакансии, неплохая зарплата. Это много значит для 18-тысячного городка. Эпопея со строительством этого уникального предприятия закончилась. Ну, наверное, это в какой-то степени для нас наука. Мы здесь многое познали, как надо строить и контролировать строителей. Но я доволен, что мы закончили эту стройку. Это перспектива, это развитие не только для Добруша, вообще для Гомельской области. Будем дальше думать, как углубляться. Директор только что рассказал, вот нам бы еще 2-3 миллиона долларов, мы бы купили несколько таких машин и нарезали больше листового картона. Оказывается, на рынке спрос хороший. Мы договорились, что в ближайшее время вы сами закупите, мы вам поможем этим. Машины и будете углубляться, будете более разнообразную продукцию выпускать на этом предприятии. Для того, чтобы люди здесь жили и развивали эту землю, эту территорию, конечно, надо была хорошая работа. И вы уже сейчас не миллионеры, конечно, но вы почувствовали, что здесь можно зарабатывать. И я уверен, что с выходом на проектную мощность у вас вообще не будет вопросов, наверное, и по заработной плате. Но все в ваших руках. Я хочу, чтобы вы усвоили один момент, что эти деньги, которые с неба не упали, мы собирали по крохам для того, чтобы построить это предприятие. Да, мы взяли кредит у китайцев, но его надо возвращать. И я понимаю, что надо были деньги под оборотные средства, мы выделяли их и прочее. В общем, все сделали, что должно было сделать государство. Я хочу, чтобы вы это ценили. Задумки по модернизации и создании производств не просто воплощать в жизнь. Хватает и препятствий, и трудностей, и критиканов. Но именно такие реальные дела становятся драйверами роста для регионов и небольших районов. Мы умеем делать все, когда мы суверенны, когда мы независимы, когда мы понимаем, что мы делаем для себя и для своего народа. Вы знаете, вот я смотрю, очень много молодежи здесь, слава богу, но и немало взрослых людей. Так для кого вы это делали? Вы делали для своих детей. Потому что уже сейчас ситуация складывается таким образом, что ваши дети там, даже в Гомеле и в Минске, никому не нужны. Идет конкуренция, и она будет нарастать. Поэтому берегите это производство с той целью, чтобы здесь, после того, как мы уйдем, пришли наши дети и могли работать. Поменьше сидите в этих мессенджерах, поменьше смотрите в эти телефоны, а если смотрите, научитесь анализировать информацию. Нам просто не будет. От нас просто не отстанут. И одна из причин – это вот это производство. Мы никому не нужны, как конкуренты. И нас будут душить все, кто имеет такие производства. Но у нас же еще и машиностроительная огромная сфера. Ну, такая, как в Германии. И что, мы Германии нужны? Нет. Мы для них конкуренты. Они произвести могут столько, сколько они захотят, но надо продать. А рынки заняты нами. Белазы. 30% с лишним рынка мирового – наши белорусские автомобили. И вы почему думаете, они санкции вводят против Белаза? Почему они бьют по этому предприятию? А японцы, которые производят Камацу, и американцы, которые производят Катерпиллеры, они хотят занять эти 30% рынка, где работаем мы со своими белазами. Вот и идет этот накат. И чем будет лучше у нас, тем больше будет этот накат со стороны. Все далеко не просто. И мы должны, как я открыто уже сказал, изловчиться, вывернуться и выжить. Вот наша задача. Я не хочу воевать. Но я не хочу, чтобы вы стояли на коленях. Цена завода в Добруше – 350 миллионов долларов. Немалые инвестиции. Но такие вливания – свежая струя для города. Когда есть работа, зарплата, ведь это уже совсем другой настрой у людей. Каждый из нас задает вопрос, достаточно ли древесины в нашей стране. Ведь мы хотим успешно работать и для всей экономики нашей страны, чтобы это было прибыльно и наша страна процветала. Мы используем древесину, осину и березу. Так у вас. В Светлогорске хвоя. Я задаю вопрос. Мы увели эти мощности. Мы все переработаем? Нет. Сколько? 3 миллиона кубометров у нас перестояло вот этой древесины. 3 миллиона. Вы перерабатываете всего 500 тысяч. Полмиллиона. А нам надо еще 6 таких предприятий, чтобы перелопатить то, что перестояло. Вся проблема не в том, что не хватит. Нам надо создавать дополнительно мощности, чтобы выхватить из лесу то, что может пропасть. Я уже это проходил 2 года назад. Вы помните, наверное, когда пригласил начальника, сказал, 7 пилетных заводов должно в Беларуси быть построено. На меня смотрят все. А, все, за год? Я говорю, да, за год. Построили 10. И сегодня с руками и ногами забирают все с колес. И цены приличные на этот мусор, который мы превратили в топливо, в пилеты. Это чистое. Скоро и мы поймем, что этим надо отапливать свои дачи, дома, где-то у кого они есть. Встал вопрос. Что будем делать дальше? И вот в ближайшее время мы там встретимся в Минске, и правительство мне доложит, как будем углублять переработку, чтобы полуфабрикат не продавать. Как будем строить новое предприятие. Есть и иностранцы, которые готовы к нам прийти, просят, гарантируйте нам сырье, пока не окупим завод. Можем гарантировать, ибо оно пропадет. То есть, деревообработки быть. Мы модернизировали деревообрабатывать все предприятия. Мы многому научились. И когда я задаю вопрос, мы сможем такое предприятие сами построить? Нет вопросов. Поэтому, Татьяна, не переживайте. Нам не хватает вот таких заводов, чтобы переработать перестоявший лес. Решение об обновлении было не самым простым. Порой проще строить с нуля, на более подходящих площадках. Но когда смотришь в глаза местным жителям, понимаешь, как это было своевременно и нужно для Добруша. В этом году нашему концерну исполняется 30 лет. И возновидение 30-летия мы учредили нагрудный знак. Он так и называется – «За личный вклад в развитие отрасли». Спасибо. Вы, как никто… Ну, носить я его не буду, а в музее, во Дворце независимости обязательно размешу. Также подготовили книгу. Да, здесь все фотографии, как все строилось, как модернизировалось, Александр Григорьевич. Если у вас будет возможность, обязательно знакомьтесь. Спасибо вам большое. Уважаемый Александр Григорьевич, примите в дар от нашего коллектива… Это твоя старая фабрика? Да. Я так и понял. Историческая часть, которую мы сохранили, и вот перенесли на картину и дарим. Мы тоже хотим, чтобы она висела у вас в Дворце. Ну, давайте, давайте, ребят. Спасибо. Это действительно уникально, что вы это сохранили. Очень важно для наших специалистов, проектантов, художников, чтобы, проектируя здание, они делали вот так. Молодцы, что это сделали. Спасибо большое за подарки. Это не значит, что вы уже со мной рассчитались. Потому что, ну, слушайте, сколько? 300 миллионов долларов, да? 350 миллионов долларов за одну картину, я вам скажу. Поэтому вы мне должны только одно – сохраните предприятие, работайте и живите дружно. И вот тогда со мной рассчитайтесь. Завод сам по себе перспективный, и бумага выходит на экспорт в таких масштабах больших. Так что есть место для развития. Для нас это жизнь. Мы ежедневно сюда ходим на работу. У нас здесь работают семьи, работали наши родители, работают наши дети. И это будет для будущего поколения, для наших внуков. Это развитие. И развитие не только нашего предприятия, но и нашего города. Кстати, держать ответ сегодня пришлось не только промышленникам правительственного пула, но и главе региона. Будучи в области, обязательный вопрос от президента о том, как справляются аграрии. Утренний туман, который способен пригладить недостатки, был бы на руку губернатору, если что. Но у него все четко. Техника в полях работают активно. Важно за большими делами и высокими целями не забывать о земном. Наталья Бреус, Ольга Нищенко, Николай Скинтиян, Александр Олешко и Иван Мартынович. Агентство Теленовостей.